Привет! Хочу поделиться с тобой своим любимым овсяным печеньем, ПП-печеньем, на основе коктейля Natural Balance от Reflame, кубничного. Получаются совершенно правильные вкусняшки, которые можно пить к чаю без вредатой фигуры, и которые можно давать детям ни муки, ни сахара, ни яиц в этих сладостях нет. Итак, поехали! Сначала мы берем вот такое количество овсянки. Я люблю традиционный геркулес, он не очень очищенный, то есть есть что пожевать, но в то же время он не такой группой, как монастырский, что-то среднее. И взбиваю блендером до более мелкой консистенции. Смотрите, консистенция должна быть не как мука, а по крупнее частички, которые потом будут удобно формировать в печенье и в печенье. Ну вот, думаю, достаточно. Здесь есть помельче фракции, есть покрупнее. Ну, в общем-то, вот такого помола. Скажу сейчас, сколько это будет в безвешенном на весах. Получается 162 грамма геркулесовой измельченной муки. На такое количество нам понадобится 2 банана, которые нужно измельчить практически в пюре. Пюре будем делать сейчас банановое. И это будет связующая часть наших будущих печенек. Банан дает вкус, сладость и дает аромат такой банановый в итоге. Так, тоже взбиваем. Здесь мы взбиваем в однородную массу. Вот получается такое пюре банановое без фракций, без скоплений. Теперь мы в овсянку обязательно для вкуса, именно сладости наших печеньев, таких выразительных сладостей, которые потом дают и вкус, и удовольствие, и в то же время пользу. Потому что это белковый коктейль. Здесь чистый протеин. И добавляем на такое количество 2 мерных ложечки клубничного коктейля. Смешиваем, размешиваем с овсянкой. Сейчас после этого добавляем сюда же изюм. Я его предварительно немножечко размочила в воде, чтобы он был помягче. На ваш вкус. Пробуйте разное количество изюма, как вам будет угодно. Единственное, что если положить очень много изюма, то уже получается и приторное, прям сладкое очень печенье. И этот изюм может пригореть, если вот очень его много, он уже начинает пригореться и в духовке к противню. Все, я размешала. Теперь в эту вот овсяную массу я добавляю банановое пюре. И перемешиваем. Все время приготовления, скажем так, активное, ну вот не больше 10, но максимум 15 минут уходит на это. Что я тоже очень люблю. Время – деньги, поэтому на готовку вот этого замечательного печенья. Вот даже можно утром на быструю руку перед школой ребенку сделать и прям горяченько из духовочки подать к чаю. И вкусно, и польза. И ребенок не захочет есть после первого же урока. И не захочет спать, если, как если съест, например, какой-то сладость, шоколадку или конфетку, и будет выброс инсулина, будет сначала ребенок бодрый. Почему? За что мы любим сладости? Да, они нам быстро дают энергию. Но потом эта энергия так же быстро, как пришла, с гликемическим индексом, так же быстро. И уходит. И ребенок снова хочет и кушать, и спать. Вот, смотрите, вот такая вот каша, кашицеобразная смесь получилась. Хорошо размешиваем для того, чтобы более равномерно печеньки потом нигде не попадались в комочки овсянки. Или больше здесь никаких комочков. И равномерно ее распределилось по всей массе. Вот. Можно тоже, говорю, экспериментировать. И вот я бы сейчас, конечно, на это количество овсянки добавила бы еще один банан. А, вероятно, бананы у меня сегодня по размеру не очень крупные. Поэтому вот двух бананов даже маловато. Густовато. Вот можно, можно чуть-чуть было бы пожиже. Но это вот, ну, это мелочь уже такая, импровизация. И дальше, смотрите, я на противень, например, я постелила пергаментную бумажку, смазала ее маслом. И дальше формирую вот такие вот, даже, знаете, чем они более неаккуратные, тем даже интереснее. Они похожи на ежиков, печеньки-ежики. И вот такие вот ежики выкладываем на противень. Вот, собственно, все. Я, что получится в результате, вы увидите на фотографии заставки к этому видео. Теперь буквально 160-180 градусов, ну, что 180, 15 минут в духовке. Все, 15 минут, 180 градусов и печеньки готовы. Общее время приготовления активное и в духовке получается полчаса, ну, максимум, максимум 35 минут. Так, друзья, все, я отключаюсь. Очень вкусно даже. Честно. А сейчас это подрумянится. Появится легкий аромат клубники и банана. И будет просто вот так вот. Приятного аппетита! Продолжение следует...